МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Доброе утро всем! Доброе утро, Зарима Султан-Муратовна! Я благодарю вас за то, что вы нашли время и приехали сегодня к нам в гости. Поводом для нашей встречи стало то, что вы организовали большую конференцию, посвященную известному и талантливому, ну, немного, наверное, можно сказать, забытому поэту, просветителю, а также прекрасному хирургу Асхату Басиатовичу Беджиеву. Я знаю, что даже больница в Карачаевске названа в честь этого человека. Мне бы хотелось, чтобы вы нашим зрителям напомнили масштаб личности этого человека. Спасибо большое, Бела, что пригласили сегодня на передачу. Я с удовольствием расскажу чуть-чуть о Асхате Басиатовиче. Просветительскую деятельность Асхата Басиатовича невозможно переоценить, потому что это связано прежде всего с ликвидацией безграмотности. И не только в масштабах Карачая. Асхат Басиатович закончил Московский государственный университет имени Михаила Васильевича Ломоносова с отличием, остался там в аспирантуре и защитил кандидатскую диссертацию в 1934 году под руководством Николая Ниловича Бурденко, основоположника российской нейрохирургии. И ему посчастливилось остаться в первой клинике МГУ и работать вместе с Бурденко. Представляете, какой это был человек? Да, это был человек такого масштаба. Его хорошо знала московская интеллигенция. И он выизвелся в ряды лучших хирургов страны. И, естественно, заметили его в Москве и назначили его параллельно на должность главного редактора Северо-Кавказской секции Центрального издательства народов СССР в Москве. Это был титанический труд, когда все книги, изданные на всех языках народов Северного Кавказа, проходили через руки Асхата Басиадовича. Вместе с тем, в 1934 году, уже после защиты кандидатской диссертации, Асхат Басиадович был приглашен в Карачаевск. Нужно было поднимать здравоохранение. Но до этого уже были изданы книги на карачаево-балкарском языке. «Новая жизнь», «Скотник», «Знания», где Асхат Басиадович в жанре малого рассказа, в небольших рассказах он передавал культуру, «Быт», «Традиции карачаевского народа». И писал на очень актуальные темы о личной гигиене, например, потому что нетрудно себе представить, какие были знания в области медицины. И здесь он проработал ряд лет в Карачаевске. Главным врачом городской больницы я хочу сказать, что он является основателем этой больницы. Как хорошо и как прекрасно, что вы эту информацию передаете подрастающему поколению. Мы должны знать таких людей. Я думаю, что вы будете и впредь проводить подобные конференции. И благодарю вас за участие в нашей программе. Спасибо большое, Белочка. Мы с удовольствием будем и дальше работать, потому что знание истории, знание культуры и передача всего этому подрастающему поколению – это наш толк. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо нашей гостиной. Ну а наш информационный эфир продолжит вещание на русском языке в 9 часов. Хорошего продолжения дня, приятных выходных и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Определяем. Майонез Байсад. Проверено. Экологически чистый продукт. Безопасное лечение катаракты в клинике 3Z. Пройдите диагностику и сделайте операцию всего за один визит. До конца зимы диагностика перед операцией бесплатна. В клинике действуют строгие меры профилактики коронавируса. Запись по телефону 8 800 333 41 67. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалистов. В честь 30-летия мы подготовили для вас специальное предложение. Рефинансируйте кредит. Поставки не выше 8,9% годовых в Минбанке. Меньше платеж – больше поводов для радости. Московский индустриальный банк. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова